Встреча чиновников с представителями СМИ началась на полигоне, куда всю зиму вывозили тонны снега со всего города. Из года в год горожане недовольны качеством уборки магистрали и придомовых территорий в зимний период. Но этот сезон для нижнекамцев был просто катастрофическим. По словам заместителя руководителя исполкома города Дениса Баландина, снегоуборочная техника работала ежедневно. Но, как мы видим, все равно не справлялась. Эта зима для нас была аномальной за последние 10 лет. Это самое большое количество осадков, выпавших в эту зиму. Также аномальная она была в том, что при минус 20 градусах шел сильный снег и снегопад. Реагент же нам позволяет работать до температуры минус 10. То есть в такую температуру, минус 10 при идущем снеге, как раз таки образуется большая коленость. Дальше наша делегация отправилась во дворы. Порадовало и то, что журналистам дали право выбора, в какой именно район мы хотим поехать. Но, как ни странно, куда бы мы ни заехали, там работала снегоуборочная техника. В этот день магистральные улицы тоже не остались без внимания. Пока мы передвигались по городу, периодически нам на глаза попадались целые колонны снегоуборочных машин. Во время экскурсии по якобы чистым дорогам мы то и дело натыкались на колейность дорог, огромные завалы на обочинах, закрывающие обзор как водителям, так и пешеходам, а также сужение полос в проезжей части. В ходе разговора с представителями СМИ ответственным лицам все же пришлось согласиться, что проблема существует. Некоторые даже изъявили желание общаться с горожанами лично. Я понимаю, что очень много замечаний к нам по уборке дорог, по уборке тротуаров, пешеходных переходов. И чтобы не было вот этой долгой связи, наверное, я с удовольствием дам свой номер телефона личный, сотовый, по которому может любое время обратиться любой житель Нижнекамска и сделать свои замечания, которые я буду как можно скорее исполнять. 8-917-285-68-57. Пока проходила встреча с журналистами, дороги в Нижнекамске по волшебству волшебные палочки становились все чище и чище. Получается, чтобы наш город приобретал ухоженный вид, нужно чаще проводить такие встречи с руководителями. Рустам Калимбуллин, Антон Гребенев, телеканал Нефтехим.